Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной новостной блог по игре War of the Worlds. Ну что же, друзья, открываем занавес происходящего за кулисами разработки игры. В последнем релизном видео, посвященном будущему геймплею, разработчики показали нам то, как они подготовили игру к финальному выпуску в Steam, а именно, первое, пришельцы, полностью сделанные модели и анимации существ, которые теперь, как и обещали, выходят из треножников в целях исследовать мир. Существа очень агрессивные, и если вы встретитесь с ними, они начнут вас атаковать, и в конечном счете могут убить, если вы не вооружены. Существа передвигаются быстро, искусственный интеллект очень прокачан, существа смогут идти по вашему пути, криком и шумом, которые вы будете издавать. Озвучка и голоса, персон, дыхание, рычание, оформление этих саундов полностью обработано и не имеет каких-либо багов. Также инопланетяне будут передвигаться по улицам города, а не только входить в здания, как ранее предполагалось. Второе. Зонды. Зонды приобрели свой новый искусственный интеллект и саунд, а также визуально изменен вид, модель и анимации. Как и говорилось ранее, зонды теперь будут исследовать каждую комнату, каждый скрытый угол в домах, в поисках людей, выживших после вторжения. Также на каждый звук, который вы издадите случайно, они будут реагировать. Еще новая способность зондов – выламывание дверей. Оптимизация. Просадок фпс не было замечено после последних тестов участниками патреона. Огонь, взрывы, разрушения зданий не загружает и не нагружает игровой мир и ваш ПК, зная, что многие игроки не владеют крутым железом. Да и игра, собственно, в плане суперапупенной графики пока что на первых выходах обладать не будет. Первый упор – это на реализм, геймплея. Нет, конечно, по-своему модели всего, что находится внутри игры сделаны неплохо, не будут статичными и прочее. В общем, с кодом игры пока все супер. В игру внесли уже большое количество диких животных, которые смогут напасть на вас, если вы будете прятаться в лесистой местности. Саунды окрушающей среды также полностью готовы. Шум ветра, дождя, голоса и крики людей, эхо, звуки треножников, крики птиц. Красная почва. Также в игре уже реализована. Красная почва, которую будут распылять треножники при высасывании крови из людей. Красная почва и их корни будут распространяться и расти на всех поверхностях любых объектов в игре. Собственно, куда их будут распылять? Красный свет и свечение будет ярко отражаться на расстоянии. Еще о небольшом. Поддержка патреонами в игре и закрытых тестах существенно ускорили разработку игры, и разработчики планируют запустить игру в Steam чуть ранее положенного срока, чем в марте 2023 года. Забыл сказать, что в игре появятся три вида треножников. Первый вид – уничтожители. Второй вид – собиратели-распылители. Третий вид – треножники-разведчики. Уничтожители будут искать вас, людей, и уничтожать вас как вид. Второй вид – будет искать людей на улицах, также с помощью зондов в зданиях, захватывать вас и в дальнейшем выкачивать кровь и распылять ее на землю, делая свою почву. Третий вид – треножники, которые будут ходить по карте и высаживать инопланетян, чтобы те изучали наш мир. В плане визуализации единственно плохо подготовлен огонь и пожары. Но до выхода полноценной игры у нас еще впереди целых практически 5 месяцев, так что будут какие-то доработки, и я обязательно сниму для вас следующий небольшой обзор. Ну а так игра практически на грани выпуска. Если тебе понравилось данное видео, обязательно пальчик вверх, подписка на канал и жми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Всем пока, до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...